В стенах только что отделанные, но еще не обставленные квартиры, хозяева, семья Косвинцевых пока чувствуют себя гостями. Радуют и размеры жилья, и расположение дома. Улица Краснознаменная – самый центр города. В шаговой доступности школы, больницы, торговые центры и даже театр совсем недалеко. На такую удачу семья военных и не надеялась. Честно говоря, никто не предупреждал, никто не ожидал. В общем-то мы надеялись, что когда-нибудь нам дадут квартиру отдельную, свою, собственную. Вот так вот неожиданно, как снег на голову свалился. Меж тем впереди приятные хлопоты. Дети присматривают себе комнаты, а супруга военного Наталья Косвинцева уже прикидывает, как лучше расставить мебель. Размеры квартиры вполне располагают к полету фантазии. Сейчас похожу, посмотрю. Вон он хочет сказать. Я думаю, что мы все вместе будем думать. Вместе с Косвинцевыми жилье получают еще 300 семей. Такого масштабного военного новоселья в Оренбурге еще не было. Причем жилье это не служебное. Офицеры, прапорщики, сержанты-контрактники, уволенные в запас военнослужащие, будут жить здесь постоянно. Все понравилось. Большая, уютная квартира. Однокомнатная квартира у меня. Все три дома возведены по новейшим строительным технологиям. Квартиры благоустроены. Доходило до того, что отделку комнат рабочие согласовывали с будущими хозяевами. Приобрести такое жилье самостоятельное военные вряд ли бы когда-нибудь смогли. Средняя стоимость квадратного метра по госконтракту в этих домах 27 тысяч. А рыночная гораздо выше. С введением в строй трех многоквартирных домов очередь за жильем среди военных сократилась в разы. Теперь по этому показателю Оренбургский гарнизон в числе лидеров в Центральном военном округе. На сегодняшний день с введением эксплуатации этих трех домов, 300 квартир, мы сняли напряженность на 78% по Оренбургскому гарнизону. И эта работа ведется и она будет завершена в соответствии с указаниями президента и министра обороны Российской Федерации. Виталий Сапожников, Дмитрий Журавлев. Наше время.